добрый день дорогие друзья с вами игорь это противник на российской 313 сегодня мы поговорим об одной очень важной теме это перешив салона автомобиля в кожу либо валькантар или те материал с которыми работаем что где использовать что лучше применить в салоне ваши автомобили как это правильно делается давайте посмотрим все это поподробнее во первых чего начать при выборе материалов для перешива вашего салона нужно понимать как он будет использоваться допустим если вы ездите очень много с детьми с домашними животными либо что-то перевозите постоянно в салоне вашего автомобиля что может повредить материалы которые будут у нас отшиты в салоне то естественно лучше об этом заранее позаботиться и использовать материалы из разносостойки в принципе это первое что нужно понимать при перешиве второе это выбор уже самого материала то есть допустим кожа и и цвет и и текстура это гладкая кожа на по либо с тиснением и так далее все это можно посмотреть у нас в офисе у нас видите большое количество экземпляров примеров в которые мы перешиваем ваши же автомобили и собственно здесь то можно все посмотреть если другу сомневаетесь выборе цвета можно прям взять этот образец приложить какому-то элементу в салоне автомобиля чтобы понять как он будет выглядеть либо пойди уже прям кардинально другим способом мы можем сделать 3d модель вашего салона если вдруг вы хотите перешить его в какие-то яркие цвета и сомневаетесь как это будет смотреться делаем 3d модель салона разукрашиваем его в разные цвета под который будет перешиваться он собственно и уже понимаем как это будет выглядеть финально и по этому проекту перешиваем салон вашего автомобиля и так мы определились с цветом в котором у нас будет перешить салон и с материалом стоит теперь разобраться что из себя представляет каждый материал то есть есть у нас например кожа бывает основных два вида это натуральная кожа и эко кожа в чем будут плюсы эко кожи если мы ее начнем разбирать то что у нас присутствует большая палитра цветов как видите это даже не все на самом деле дальше у нас представлено еще больше цветов плюс я будет в том что она также как натуральная кожа пропускает через себя влагу и пар то есть сидеть на этих сиденьях из эко кожи будет гораздо приятнее чем из того же например кожзама которая абсолютно у нас не дышит в летнее время года особенно когда кожа нагревается люди имеют свойство потеть и через кожу краски это все может проходить и тем самым не будет такого дискомфорта как на сиденьях из дешевого более материала второй плюс это то что можно сделать практически любой любое тиснение любой цвет абсолютно то есть все что угодно в эко кожи можно найти под любые запросы которые изначально необходимы для автомобиля и третье это цена естественная кожа у нас будет чуть дешевле чем натуральная кожа это будет являться ее третьим плюсом и минусы к кожи которые могут быть это то что она не так устойчива к царапинам повреждением которые на ней появляются их сложнее исправить нежели если бы это была натуральная кожа и второе то что активные моющие средства могут повредить саму краску на этой коже то есть допустим при химчистке если использовать очень агрессивная химию которая будет чистить эту кожу она может просто ее растворить именно краску на этой коже из-за чего она собственно тоже у нас и испортится перемещаемся к следующему материалу это натуральная кожа более дорогой и роскошный материал из плюсов что у него имеется то что тактильно он гораздо более приятный чем любая другая кожа то есть эко кожа кожзам и так далее более нежный то есть но это прям словами сложно передать то есть стоит просто раз его увидеть под потрогать даже на этих примерах и уже станет это почему натуральная кожа будет лучше второе то что она также умеет дышать еще лучше чем эко кожа естественно тоже будет комфортно перемещаться салоне автомобиля ездит на сиденьях перешитых в натуральную кожу третье то что при повреждениях натуральной кожи и и будет легче исправить легче отремонтировать в этом плане она более ремонтопригодна и четвертое это более долгий срок службы при правильном уходе за натуральной кожи о котором мы расскажем чуть попозже переходим к следующему материалу это натуральная алькантара не менее роскошный и тактильно приятный материал очень хорошо смотрятся потолки перетянутые в алькантару в черную либо графит все это красиво выглядит и вставки в салоне автомобиля но нужно понимать что в местах контакта с руками с кожей либо с одеждой кожи человека естественно либо с одеждой она может очень сильно изнашиваться например на руле либо вставка либо полностью ручка перешитая кпп в алькантару из-за того что вот эти мелкие ворсинки которые есть в самой алькантаре при контакте с руками руки могут быть влажные грязные так далее эти ворсинки имеет свойства засаливается и так сказать полироваться можно в принципе перешивать рули и ручки ппп в алькантару но при условии того что за ней нужно будет постоянно ухаживать ну и естественно за кожей нужно ухаживать постоянно сохранять ее прекрасный внешний вид путем очистки от различных загрязнений от того же контакта с кожей человека потому что она имеет свойство впитывать в себя всю эту грязь все сало с тела и это нужно все вовремя убирать и плюс после этого можно наносить кондиционеры на кожу чтобы ее размягчить и она у нас не растрескалась не иссыхалась и дольше сохраняла свой первозданный роскошный внешний вид я надеюсь для вас эта информация была полезной если вы хотите перешить салон вашего автомобиля обязательно обращайтесь компанию про тюнинг потому что машина должна быть не только внешне красивая привлекать вид окружающих и в первую очередь вас радовать но и внутри потому что все мы ездим на машинах и мы постоянно находимся за рулем контактируем со всеми этими материалами в первую очередь смотрим на салон автомобиля естественно он должен быть в прекрасном состоянии радовать вас своим первозданным и красивым внешним видом поэтому обращайтесь скорее сделаем как обычно все в лучшем виде любые проекты любой сложности нам под силу обязательно подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии ждите выхода новых видео